Детский сказок Что тот, кто пьет молоко, может бегать далеко, может прыгать высоко и может думать глубоко. Сейчас я вам это докажу. Ребята, а ты не будешь молоко? Потому что ему не нужно бегать далеко и нужно прыгать высоко. А глубоко думать-то и вовсе. Итак, вы видите, я сегодня приготовил вам новую схемку. Ну не новую, просто я развернул, здесь светом не больше. И мы сегодня с вами будем фотографировать небольшой натюрморт. И чтобы у нас он хорошо получился, нам нужны не только белые отражатели, но желательно и такие серебристые. Вы скажете, а где же я их возьму, мне папа денег не даст. Я не таро вам сказал про молоко. Смотрите, что мы сейчас делаем из этого пакетика. Итак, берем ножик и аккуратненько разрезаем. Это нам не нужно. Так, хорошо. Теперь разрезаем здесь. Так. А эти разводачиваем вот сюда. Вот мы разрезали. Теперь режем. вот отсюда, до конца. Вот так разводачиваем. И то же самое здесь. Так. И что мы видим? Мы видим замечательные отражатели здесь. Так. По этим линиям отрезаем. Не нужно нам это больше. Вот здесь отрезаем. Тоже нам это не нужно. А здесь режем вот этот уголочек. Так. То же самое здесь. Будьте осторожны, если делаете это ножом. Лучше ножницы. В вашем случае лучше ножницы. Так. Сейчас продемонстрирую. можем просто вот так отрезать. в итоге вот мы получили такую разверточку. Ну, а теперь совсем просто осталось. Мы сворачиваем ее и вот этот уголочек с помощью скотчера закрепляем прямо здесь. и то же самое здесь. И то же самое здесь. отражатель который должен по идее сам стоять. Немножечко подрежем еще. Вот так. Вот так. Теперь давайте посмотрим, как он действует. Вот мы видим, возьмем вот этот нож. С этой стороны он освещается от окна, а здесь немножко плоховато. Поэтому, когда мы поставим вот сюда наш отражатель, то он будет отлично ее отражать. Свет от окна. Вот. Такая простая штука. Но действенная. У меня было две банки. Поэтому я сделал даже две. Могу вот так осветить. И вот так осветить. То есть в нужных местах. Понятно, да? Хорошо. Итак, дорогие детишечки. Мы с вами сделали отражатели. И теперь посмотрим, для чего они нам потребуются. Я купил несколько таких перчиков. Желтый, красный, синий. Начнем мы с красного. Так. Вот мы поставим его как-то так красиво сюда. Вот так. И сейчас сфотографируем. Так. Меня видно? Не видно? Наверное, видно. Вам для фотографии нужно будет, дорогие мои детишечки, раздобыть стативчик. У вас камеры легкие. Поэтому вам, в общем-то, такой тяжелый не нужен, как у меня. Но стативчик нужен. Почему? Потому что, когда мы снимаем на десять и берем тринадцать диафрагму. Вы знаете, что такое это бленда, да? То есть по-немецки, по-русски это диафрагма. Так. И теперь, так как я не хочу, чтобы у меня слишком было много зерна, я сейчас выберу такой угол, при котором он наиболее хорошо смотрится. Допустим, вот так. Так. Вот такой перчик у нас. Мы наводим резкость, слышим сигнал и фотографируем. Вот такое у нас получилось. Красиво, в общем-то, но не совсем. Почему? Потому что у нас слишком жесткая вот здесь тень. Мне такая, допустим, не нужна. Поэтому я сейчас возьму наш отражунчик и поставлю его прямо вот сюда. Ну-ка посмотрим теперь, как он себя поведет. Хотя солнца сейчас немного, но, тем не менее, эта штука сработает. Вот сравниваем. Было и стало. Чего не хватает? Ну, в общем-то, всего хватает. Но если есть такая возможность, почему бы не взять мамино зеркало и еще пару таких отражений здесь сделать. Так. Тоже смотрим. Вот не было их. Вот они появились. Все хорошо. А теперь мы давайте с вами сделаем значеркотник. Я вам скажу, в чем там небольшая проблема. Вот у меня есть оранжевый и есть зеленый. Ой, желтый такой. Он самый большой. Поэтому ставим его вот сюда. Так. Ставим. Как раз немножко разворачиваем. Сейчас я вас поднесу поближе и буду рассказывать. То есть, запомните, что красный всегда притягивает первый взгляд. И мы с вами знаем теперь, что нам нужно сделать так, чтобы они, эти перчики, соприкасались. Вот так. Вот. То есть, вот так не надо делать, дорогие мои детишечки. И вот так не надо делать. Потому что это неправильно. А вот если мы будем перекрывать, то тогда у нас получается такая пирамидка. И это очень хорошо смотрится. Но здесь я специально оставил место. Почему? А потому что сейчас нет, к сожалению, базилики. Я люблю туда пасть базилик. Но я купил вот такую капусту. Я думаю, здесь мы чего-нибудь такого похожего на дёрпи. Вот так. Так, листочки тоже помельче. Вот мы их положим вот сюда. Видите? И ещё. И ещё. И ещё положим сзади, чтобы там. Вот так. Так можно заменить некоторые приправы, пока они ещё вырастут. К весне. Ну что ж. Давайте теперь повторим то же самое. Возьмём. Здесь. Здесь у нас будет вот это место. Подсвечивать. Так. Хорошо. Но я бы хотел ещё бы сделать здесь, как всегда, подсветочку. Вот так. Вот так. Ну и чтобы уже общее у нас было посветлее, мы поставим теперь ещё и большой. Фотографируем. Смотрим. Ну вот, дорогие детишечки, вот что мы с вами сделали. И вот для чего это мне нужно было. Смотрите сюда. То есть я до этого снимал кастрюльки. Кастрюльки я отдал. А сегодня я снял натюрмортик и поставил туда. Оно сразу стало намного красяше. На этом я с вами прощаюсь. Собакин барабакин. Там лежит собакин. Ты не пойдёшь? Тут пакет лежит. Он боится пакета. Ну вообще не самый смелый собак. Но очень добрый зато. Но хозяина он умеет защищать. И внучков тоже моих. Итак, мы с вами встретимся в следующую среду. К следующей среде мы будем снимать на мобильный телефон. Будем фотографировать машинки. Вон у меня есть. И найдём какую-нибудь куколку. И куколку снимем. Чтобы девочки и мальчики были довольны. Ну а до этого дедушка у собакин барабакин прощается с вами. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok